Хэй-хэй, народ, Сэт здесь. Сегодня я расскажу о старой игре, которая в своё время считалась лучшим симулятором теории заговора на рынке. Deus Ex. Оглядываясь назад, это было до жути точное предсказание будущего. Несмотря на то, что она была сделана за целый год до теракта 11 сентября, Deus Ex отображала наш мир через 30 лет в виде авторитарной антиутопии. Говоря иначе, они ошиблись на 30 лет. В этом неприглядном будущем есть только супербогатые и суперпятьопиганно бедные. Единственная доступная еда — шоколадные батончики и соевые бобы. Единственная безопасная питьевая вода — фанта. И 10 пачек сигарет теперь достаточно крепкие, чтобы моментально убить вас. По этим причинам пассивное курение теперь предпочтительный метод после родовых абортов. Или, если вы заботитесь об окружающей среде и хотите более экологически дружелюбное решение, вы также можете попробовать тыкать в ваше неблагородное отродье электрошокером для крупного рогатого скота. И затем отправить в приют на дне океана. Deus Ex замечательная игра, и я рад, что люди заставили меня её перепройти. Ты начинаешь ценить её больше, будучи взрослым ребёнком. Как бы то ни было, сюжет. Вы играете за Джейси Дентона. Джейси расшифровывается как Иисус Христос Дентон. Вы один из двух наноагментированных братьев, тренируемых с раннего возраста, чтобы быть элитными агентами ЮНЕТКО, антитеррористическая коалиция объединённых наций, которая была основана после того, как террористы взорвали статую свободы, и, как ожидалось, все думают, что это была подстроенная спецоперация, чтобы оправдать увеличение надзора и создать национальную структуру, которая могла бы оперировать в ней над юрисдикцией любой отдельной страны. Это чушь. Истинная цель ЮНЕТКО — защитить вас и всех свободных граждан мира от террора. Можно сказать, это война с террором. Ваша работа — расследовать, арестовывать и убивать террористов по всему миру. Но не говорите с ними, потому что так они до вас и доберутся. Они залезут вам в голову и начнут заставлять задавать странные вопросы. И до того, как ты это поймёшь, бам! Ты либерал. Если вы будете стрелять при их виде и следовать приказам без вопросов, вы далеко пойдёте в ЮНЕТКО. Также в мире происходит эпидемия инфекционного заболевания, которую называют серой смертью. И единственное лекарство — вакцина Амброзия. Но это не совсем вакцина. Вакцина вылечит вас, а не временно затормозит течение болезни на 48 часов. Сказал ли я, что на всех вакцины не хватает? Зато хватит самым важным членам общества, таким как бюрократы, политики и любой человек со славой и влиянием. Вот так совпадение, не правда ли? Но не думайте об этом слишком много. Это для философов. Не будьте одним из тех греческих геев. Проблема в том, что эти террористические группы крадут поставки Амброзии. И упаси Господь, если Амброзия попадёт в руки бедных, у меня будет удар. Это не идеальный мир, Джей Си, и нам всем приходится идти на жертвы. Некоторым больше, чем другим. Намного больше, чем другим. Как бы то ни было, я не буду спойлерить вам слишком много сюжета. Давайте просто скажем, что в Deus Ex правящая элита, которая контролирует весь банковский сектор, связь и биотехнологии. Они все находятся в счастливом согласии, чтобы эксплуатировать и воровать у всех остальных. Это была гармония, это был мир. А потом один из них сказал, у нас есть неизлечимый вирус. Нахрена нам нужны все остальные? И теперь они больше не в счастливом согласии. Все тайные общества, иллюминаты, бильдербергский клуб, Ротшильды, братья Богдановы, Вутан-клан — они все в полнейшем смятении. Это всё великий заговор ради контроля над современным миром для установления нового мирового порядка. К сожалению, вы оказываетесь в центре всего этого. И нравится вам это или нет, ваши выборы и действия изменят этот мир. Не думай, что я не доложу об этом. К лучшему или худшему? Кстати, Дентон, держитесь подальше от дамской уборной. Такая деятельность позорит агентство больше, чем вас. Геймплей? Он очень хорош. Тут ху**а туча кнопок управления. Но управление очень хорошее. В том случае, если вы потеряли клавиатуру с прошлого видео, я рекомендую приобрести новую. Интерфейс записывает абсолютно всё это, фантастика. Вы даже можете оставлять собственные записи, названия навыков говорят сами за себя. И как разумные геймеры вы не получите никакого объяснения. В течение игры вы получаете назначение на миссии от Юнетка. Но все локации достаточно открыты, что заставляет вас исследовать и выполнять сайт-квесты, чтобы продвигаться по основному сюжету. За исследования вас постоянно вознаграждают, так что нет причин этим не заниматься. Достаточно странно, что у NPC в Deus Ex есть привычка раскидывать везде айпады с их банковскими данными и не менять их пароли для восстановления. За всё своё прохождение я не встретил ни одного человека, которому есть дело до его финансового благополучия. Что ведёт меня к мысли о том, что NPC в этой игре на самом деле достаточно реалистично отображают людей, живущих в странах Первого мира. Давайте поговорим о сеттинге. Большинство ваших миссий отправляют вас в города, а потом вы возвращаетесь на базу Юнетка на Острове Свободы. На самом деле, навещать штаб-квартиру Юнетка между миссиями действительно приятно. В общем-то, это ваш дом. Можно говорить с пацанами, вламываться в чуланы, взламывать у всех компьютеры и получать обвинения в сексуальных домогательствах от отдела кадров. Я уже один раз о тебе доложила. Юнетка, мы нанимаем только лучших из лучших. Они хранят ваш покой. В роли Дентона вы можете использовать различные инструменты для выполнения ваших задач, в зависимости от того, хотите ли вы более громкое или скрытное проникновение, жать на курок или менее смертельный вариант. В начале игры вы можете даже выбрать стартовое оружие. Конечно, единственный верный вариант — геп-гана. Для тихих устранений. Вы можете экипировать всё, до чего дотянутся в ваши руки. Например, электрошокер для коров, перцовый баллончик и китайские наномечи, которые перековывают сами себя тысячу раз в секунду, просто чтобы показать этим японцам. Вы получаете большинство своего арсенала, крадя всякое дерьмо других людей. Вы — бионический сверхчеловек. Они не могут остановить вас. Иногда вас будут заставлять платить за определенные предметы или услуги. Это редко является проблемой, так как большинство кредитов вы можете получить взламывая банкоматы. Стрельба в Deus Ex — это не совсем про скорость, она про то, чтобы сидеть в углу и ждать. Чтобы перекрестив прицелы сузилось, достаточно, чтобы попасть в цель. Без прокачки это занимает примерно год, а после прокачки это всё ещё занимает примерно год. По этой причине скрытный подход намного более приятен. Вы выглядываете из-за угла, затем стреляете в людей транквилизирующими дротиками, а потом вы убегаете, пока они кричат и теряют сознание. Кстати, вы знаете, что случилось с солдатом, которого мы послали в статую? Его нашли без сознания. Нет, сэр. Дружественный огонь? Боюсь, что не такой уж и дружественный. Я начал расследование. Свободен. Только будьте осторожны, потому что в этой игре звук распространяется, и если вы случайно уроните пакетик соевых бобов на землю, сейсмические волны, которые от этого образуются, заставят сработать всю тревогу на уровне. Для более смертоносных решений вы можете просто использовать оружие, но разве это весело? Как нано-аугментированный бог, вы можете раздавливать людей одним только весом ваших бедер. Джей Си Цикк. Дэнтона. Наполняет своих жертв ужасом в моментах последнего вздоха. Есть множество аугментаций, которые вы можете установить, которые занимают взаимосключающие слаты в теле. Что бы вы ни взяли, они все достаточно полезны, и их улучшение делает их мощь еще более неадекватной. Во время основной истории вы отправляетесь во множество локаций и разговариваете с огромным количеством людей. Даже у второстепенных персонажей есть несколько строчек диалогов, и сами по себе диалоги просто фантастические. Я слышал, он был часто в гости в этом районе. Вы знаете его? Светлый путь закрыт белым чужакам. Нескончаемый аутизм Джей Си также добавляет к атмосфере игры. Он настолько сухой и безэмоциональный, что не намеренно превращает серьезные диалоги в черную комедию. Боже мой, папа, как жаль. Не может быть, что он... Должно же быть что-то, что мы можем сделать. Он был хорошим человеком. Что за гнустая смерть? По мере развития сюжета и того, как в Юнетко проникают различные подпольные организации, вы можете раскрыть намного больше информации о сюжете, будучи любопытным. Тут огромная хуйка. Туча лора распределена среди незначительных персонажей, компьютерных терминалов, газет и книг. Когда вы узнаете побольше, то пазл можно начинать складывать, выяснить, кто дергает за ниточки, и практиковать латынь. А еще эта игра предсказала ядерную войну между Индией и Пакистаном. Остался всего лишь один год до того, как они станут сверхдержавой. Да поможет нам Господь. На самом деле, тщательный поиск и чтение всего сильно окупается. Это может позволить вам даже полностью избежать некоторых самых сложных бит в игре. По сегодняшним стандартам, в Deus Ex графическое отображение действительности на уровне мутной старой порнографии. Но она полностью функционирует. В любом случае, если вам все же режет глаза, то можете попробовать мод GMDX или же Deus Ex Revision Mod. Они оба делают все очень симпатичными. Дизайн звука великолепен. Все звучит ясно и четко, что позволяет ощущать мир игры настоящим и аутентичным. Ты уверен, что нажал правильную кнопку? Я таких ошибок не делаю. Может, рука соскочила? Нет, я хотел со вкусом апельсида, а мне дали лимон-лайм. Башина не могла ошибиться. Это техник. Он знает, что я люблю апельсид. То есть ты думаешь, что у персонала какой-то заговор? Да, они сделали это специально. Музыкальные треки тоже хороши. Я иногда ставлю тему беседы в Юнетко, когда звоню держателям акций. Вы хотите большие гигантские члены? Deus Ex чудесен. И прохождение не занимает много времени. Он может вполне быть определением идеальной игры. И я ставлю ей превосходно из всех детей, которых я бил током во время прохождения. Папа говорит, держи язык за зубами, а то далеко по жизни не пройдешь. Так что, пожалуйста, дайте игре шанс. Она очень дешевая и до сих пор иногда выставляется на распродажах. Она не для всех. И под этим я подразумеваю, что если вы безграмотный недочеловек-троглодит, и вы смогли каким-то образом избегать своего учителя для особенных достаточно долго, чтобы посмотреть это видео, во-первых, это на самом деле очень впечатляюще, молодец. Но вам может не очень понравиться эта игра. Но если вы способны к концентрации внимания, то откройте для себя сюжет, который захватит вас от начала до конца, поднимающий моральные и этические вопросы, которые оставляют вас в несколько измененном возвышенном состоянии бытия. Конечно, Deus Ex представляет очень крайний взгляд на будущее, но вы должны помнить, что каждый день, когда мы не задаем вопросы и не ставим задачи перед нашими лидерами, крайнее становится абсурдным, абсурдно неправдоподобным. А неправдоподобное — реальностью. Что это такое, мистер? Я очень голоден. Ты выглядишь не так уж плохо. Расскажи, что ты знаешь о NSF. Я так и сдал. Однажды NSF победит, и я пишу им твою внешность с твоими тупыми солнцезащитными очками, и они надерут тебе задницу, ты понял? Как всегда, видео продолжат выходить, так что оставайтесь на линии, и они также будут более развлекательными, не волнуйтесь. Доброе спасибо многим и многим членам торговой гильдии за то, что щедро жертвуете и финансируете видео. Вы действительно чудесны. Хорошего дня. Озвучено командой Жерни Даб. Если вы тут впервые, то подпишитесь, поставьте лайк и нажмите на бубенчик. Не забывайте... Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok